У него обострение, что ли? Не, ну, просто много новостей, что-то как-то проводится. Я даже не успел бы читать вопросы. Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Филингар, я приветствую в этой студии Артемия Троицкого. Здравствуйте, Артемий Кимович. Привет, Татьяна. Отвлекайтесь уже от вопросов, которые прислали на сайтах Москвы. Может быть, к каким-то мы еще обратимся, но начнем, конечно, с ситуации на Украине. Вот вы для себя что понимаете, что происходит сейчас там? Ну, я понимаю, что там происходит. Это война, переворот, что? Ну, я уже говорил много раз о том, что то, что происходит в Украине, буду говорить, не является гражданской войной. Это война граждан против дегенеративной власти, которую, естественно, защищают также граждане Украины. Ну, такие наемные, гориллы, все эти беркуты, тетушки и так далее. А граждане Украины или пассивные, ну, то есть, в общем-то, это и не граждане, а просто, можно сказать, население, да, вот, и ничего не делают, а просто в ужасе смотрят на то, что творится в Киеве, вот, или настоящие граждане, люди, которые хотят взять судьбу своей страны в свои руки и отобрать власть у воров и уголовников, которые сейчас в Украине во власти находятся. Но это война? Это подавление национально-освободительной войны украинского народа, да, подавление самыми циничными и грязными способами. Я считаю, что главный урок для России тут состоит в том, вот, до какой степени вот эти люди, вот это видно на примере Януковича, как они цепляются за свою власть. То есть, новейшее обострение и самое неприятное, трагичное, и то обострение, о котором я, скажем, действительно искренне сожалею, поскольку оно привело к реальным человеческим жертвам, оно произошло в результате того, что мирная демонстрация, на самом деле мирная демонстрация, двинулась к народной ради. Почему эта демонстрация двинулась к украинскому парламенту? Потому что там должен был в этот день обсуждаться вопрос о возвращении Конституции 2004 года. Конституция 2004 года отличается от ныне действующей в основном тем, что там сильно ограничены, урезаны полномочия президента страны в пользу парламента и премьер-министра. И, скажем, досрочные выборы в Украине, это для Януковича не так страшно. Я вот только что говорил с Андреем Куликом, такой известный украинский журналист, радио и телеведущий, программ «Свобода слова» и так далее. Он мне сказал, он такой очень умеренный дядечка, как бы и нашим, и вашим, и все на самом деле плохо и депрессивно, ужас-ужас. Но он сказал, в общем-то, вещь спорную, но вполне возможную. Он сказал, что вот сейчас, вот после того, как на самом деле начался реальный кошмар, шансы Януковича на победу на досрочных выборах очень повысились, просто потому что люди видят ужас, кровь, и вот что угодно, только не это. Но вы когда говорите, что все началось с мирной демонстрации, нельзя не вспомнить, что все-таки прорыв кордонов, и когда бросают зажигательные смеси и стреляют с обеих сторон, как-то на мирные дети не очень похожи. Стрельба, стрельба и бросание взрыв-пакетов начались не со стороны демонстранцев. Это была действительно мирная акция, ну как бы... А прорыв кордона? Прорыв кордонов, ну, а что такого-то? Прорыв кордонов происходит на каждом футбольном матче, ничего страшного нет. Это не смерть. Мы были на футболе, Артемий. Это не насилие, это я вообще там никогда не был на видеозаписи, иногда наблюдаю. Вот, вот все эти разговоры типа и те и другие виноваты, они абсолютно несправедливы. То есть для вас очевидно, что виновата одна сторона? Для меня абсолютно очевидно, что оголтелые люди есть и с той, и с другой стороны. Несомненно. Точно так же для меня совершенно очевидно, что одни оголтелые – это все-таки идейно убежденный оголтелый народ, а вторые оголтелые – это просто профессиональные наемные убийцы, насильники, в общем, вся вот эта вот мусорная гвардия. Вот, и для меня народ – это свято, а мусора для меня – это чмо. И с этой позиции я не сойду никогда. То есть для вас сотрудники правоохранительных органов, они… Для меня сотрудники правоохранительных органов, которые воюют с собственным народом… Выполняют приказы. …вместо того, чтобы его защищать. Преступные приказы – это преступные приказы, которые отдают государственные преступники. Пусть там они их начальники. Если у людей есть совесть, они должны не повиноваться этим приказам. Если они настолько забиты или запуганы, или движены ненавистью и адреналином, чтобы вот этих вот самых протестантов размазать по асфальту, ну, значит, это уже не люди. Давайте нам нужно сейчас делать небольшую паузу, буквально одну минуту, но про Украину мы обязательно продолжим говорить, потому что если своим пониманием о том, что произошло, Артемий Дройский уже поделился, то о том, что можно сейчас с этим сделать, и как реагируют на это и Россия, и западные страны, мы поговорим буквально через одну минуту. Оставайтесь с нами. Программа «Особое мнение» продолжится. Реклама. Здравствуйте, я Юлия Мандельблат, руководитель клиники онкологии и гематологии ИМСИ. В нашей клинике онкологическая помощь оказывается в соответствии с современными американскими и западноевропейскими протоколами. В составе клиники отделение химиотерапии, иммунотерапии, гормонотерапии, организация ручевой терапии, кабинеты КТ, МРТ и гистологическая лаборатория, психотерапевтическое и оперативное отделение. О, пора. Медицинский центр. Здоровье бесценно. Доберемся лучше. 933-6655. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами. Срочно нужно придумать название. Совершенно невозможно работать без торговой марки. Давайте придумаем название прямо сейчас. Так ничего не выйдет. Нужна торговая марка. Понимаете? Нам не нужна просто марка. Нам нужен креативный ход. Агентство «Креативный ход». Разработка бренд-платформы. Нейминг, фирменный стиль, бренд-бук. Портфолио на сайте kreohod.ru. Наш телефон 8495-799-9110. Радиоэхо Москвы и компания RTBI представляют программу «Особое мнение». Продолжается программа «Особое мнение», в которой сегодня выступает Артемий Троицкий. Давайте теперь про то, что с этим можно сделать. Потому что Европа выступила с решительным осуждением, говорит о возможных санкциях. США тоже говорит о санкциях, в частности об аннулировании виз. Тем временем Министерство иностранных дел России говорит о том, что это Запад несет ответственность за происходящее на Украине. Ну, а канцлер ФРГ Ангела Меркель говорит о том, что необходимо какое-то переходное правительство на Украине. Здесь вообще Европа, Америка, Россия. Как, с каких сторон и как могут повлиять? И должны быть? Я думаю, что Россия без того влияет. То есть, это влияние началось, естественно, со всех этих торговых и нефтяных войн. Вот. И продолжается. И сейчас, и Суркова там уже видели, и утверждается, что есть там какие-то российские инструкторы при украинском спецназе и так далее. Европа и Америка ведут себя, как обычно, абсолютно трусливо и бесхребетно. Вот. Ну, ладно. Лишат... Тани Януковича и его сокровение Нерникова ввис. Ну, может, это и неплохо, но это людей погибших уже не спасет. Я так понимаю, что нет. И вот это вот как раз то, о чем я хотел сказать с самого начала, и в том числе и в связи с Россией. Как этот человек цепляется за власть? То есть, кто первый начал вчера у Рады? Естественно, это были люди Януковича, если вспомнить известный вопрос, кому выгодно. Януковичу сейчас он может согласиться и на досрочные выборы, и на перестановки в правительстве, на что угодно. То, что для него на самом деле смерти подобны, это изменение Конституции, по которым он лишится власти. И поэтому, как только вот встал остро именно этот вопрос о Конституции 2004 года, тут же были провокации, тут же началось обострение и так далее. Зачем было демонстрантам, наоборот, в минуту как бы их триумфа, наконец-то Рада стала обсуждать вопрос о Конституции. Зачем им надо было в это время накидываться на мусоров, штурмовать Раду и так далее. Им это было ни к чему, их на это спровоцировали, это сто процентов. И в чем урок для России, это вот мы подумаем про Путина, да, опять же там отдаст власть, нет какой он там срочный, бессмертный, Кощей там он или кто. Вот Янукович, который у власти-то пробыл всего несколько лет, и то, как он в нее вцепился, наших упырей от власти будет вообще невозможно. Какие выборы проводятся, мы знаем какие, да. Кстати, Янукович-то победил на свободных и демократических выборах, которые признали абсолютно все. Да, так было на самом деле, более того, вот есть мнение, но за этим Кьюлией Латыниной, в общем-то, не во всем я с ней согласен, вот в том, что идиоты не должны голосовать, в общем-то, тут мне с ней трудно поспорить. Вот, или пусть создают собственную идиотскую республику, вот, или республику любителей пива. Вы за этигрательный ценз. Я, глядя на то, что происходит, вот, и на то, что демократия в том виде, как она вот так вот банально утвердилась, работает совершенно, ну, скажем так, совершенно не обязательно в тех направлениях, которые следовало бы признать разумными, правильными, благородными, эффективными, нравственными и человечными. Да, в общем-то, думаю, что, может быть, избирательный ценз, ну, я тут буду не первым, в общем-то, многие известные люди были за то, чтобы избирательный ценз какой-то был введен, и Латынина в данном случае не первый человек. Так вот, у нас, вот, я думаю, до честных и демократических выборов при нынешней власти не дойдет вообще никогда. Даже думать об этом не надо. Все-таки можно мы вернемся к моему вопросу по поводу Украины и того, что сейчас возможно сделать, потому что, ну, там, позицию Европы, Америки вы уже определили как слабую. Если говорить про украинскую оппозицию, про возможности выступления и попытки как-то все-таки урегулировать мирные переговоры, премьер-министр Яценюк, не знаю, там, или Кличко, или что-то еще. Сейчас город Киев фактически находится на осадном положении. Вот, кстати, очередная такая явная подлая и лицемерная штука со стороны тамошней власти. Они не ввели чрезвычайное положение, но при этом то, что в Киеве происходит, это еще круче, чем если бы они ввели чрезвычайное положение. Замотк вот вроде антитеррористическую операцию начну. Ну, это не называется чрезвычайное положение. А сейчас там, то есть, метро там не работает, ну, вот как мне только что сообщили из Киева, метро перевозят военных, этих беркутов, полицаев и так далее. На это сейчас работает киевское метро. Школы закрыты, вузы закрыты, город полностью блокирован. Людей не впускают, не выпускают. Ну, как все-таки впускают, наш корреспондент, например, сегодня не смог добраться. Из Москвы можно. Из аэропорта Борисов. Из Москвы можно добраться. Вот, а скажем, из властей Украины, там без каких-то специальных аусвайсов, нельзя. Точно так же не выпускают из Киева людей. То есть, у меня это произошло ровно сегодня с моими знакомыми. Вот они хотели поехать в город ровно, вот их не выпустили из Киева. А, скорее всего, будет предпринята попытка зачистки Майдана. Вот это будет и летой ночью, ну, в общем, где-то в ближайшее время. Очень может быть, что физически, на самом деле, там, все это дело разгонят. Вот, опять же, будет много крови. Вот, будет очень плохо, будет очень карагично. Вот, но это будет означать только одно, что просто город Киев, и, я думаю, значительная часть Украины, просто вступит в период того, что по-английски называется urban guerrilla, то есть городская партизанская война. Потому что люди там не сломлены. Люди не сломлены. Люди не признают этой власти. Не признают этого дегенерата. И это будет просто уже, ну, не то чтобы сирийский вариант, что-то другое. Все-таки люди славянские, вот, все христиане. Вот, но, в общем, это будет все крайне неказисто. И думаю, думаю, что Янукович это понял. Вот, думаю, вводи против него санкции, не вводи, уже поздно. Раньше надо было вводить санкции. Потому что теперь, теперь он уже, как бы, я думаю, смирился с участью батьки Лукашенко. Вот ему сторона на растерзание. Вот старший брат Вован. Вот, этого ему достаточно. Ладно, а то, что сынули его не поедет больше на швейцарские курорты и на Лазурный берег, ну, что ж, в общем-то, надо все-таки на какие-то сомбраны сверкти. Вы считаете, что президент Янукович для себя выбрал путь, и он решил, что он будет с Россией, и нас ждет, если вы таможенный союз, или что-то прочее? Я думаю, что он пошел ва-банк, вот, он пойдет на любой союз, который позволит ему и дальше оставаться у власти, вот, и дальше воровать по максимуму. Если кто-то сможет это все и будет заниматься в суде, а то что-то прям воровать. Не доказано, не воровать. Это вы так считаете? Ну, я как-то в соответствии с законом привыкла жить. Давайте в Россию вернемся, потому что не только Олимпиада происходит в городе Сочи, но и разные другие странные вещи. Например, сегодня напали на Надежду Толоконникову, Марию Алехину. В Твиттере они у себя писали о том, что они и группа Пуссирайт исполняли песню «Путин научит себя родину любить» около Бангера Сочи 2014. И в этот момент на них напали казаки. И есть какие-то совершенно просто ужасающие кадры, когда мужчина, прям мужчина, казак, бьет женщину. Ну, это казаки, они же смелые ребята, это же, можно сказать, соль земли Кацанодарской. Да, в общем-то, избить нагайкой девушек, это им в самый раз. Я так думаю, что неплохо их там наказали какие-то ребята, я уже не помню. То ли армяне, то ли еще кто-то, которые поймали самого тамошнего лихого казака и, как это называется, опустили его. Ну, полиция эту потасовку как-то пресекла, сказала, что они там как-то сработали. Полиция эту потасовку никак не пресекла. А, значит, я разговаривал с Машей Алёхиной, она сказала, что полиция вообще в это дело не вмешивалась. Более того, значит, ребята эти и девушки, там были, кстати, пусирают в таком составе женско-мужском. Вот, они даже не начали выступать, ничего. Они сидели в кафе. Как только они из этого кафе вышли, значит, их было человек 5-6, вот, тут же где-то человек 30 этих самых отважных храбрецов-казаков с нагайками, значит, они принялись их избивать. Одному парню, такому, как же его зовут, Алексей, по-моему, муж-художницы Лусине, вот, ему просто нагайкой совершенно исполосовали лицо, вот, кроме того, их там, как следует, опрыскали слезоточивым газом. Вот, вот такая вот была история. Полиция при этом находилась поблизости и не предпринимала вообще абсолютно никаких действий. А вы можете как-то объяснить, что такого страшного в группе пусирают? Ну, почему такая реакция на их выступление? Ну, не в храме. А это вы спросите кого-нибудь еще. Я считаю, что ничего страшного в группе пусирают нет. То есть, с точки зрения музыкальной критики, особых достоинств я за ними не наблюдаю. Вот, с точки зрения человека, отслеживающего их гражданскую позицию, могу сказать, что я с ними практически на 100% солидарен. А вот, что такого страшного в них, это надо казаков спрашивать. Что-то заделится, какой-то нерв. Я думаю, что это сексуальный комплекс в первую очередь. Думаю, у казаков плохо с личной жизнью. Как, собственно, и у многих других наших русских мачо. Артемий Тротский в программе «Особое мнение». В эту пятницу приговор по болотному делу. Полтора минутки у нас буквально, но все-таки хотелось бы хотя бы несколько слов услышать от вас. Вы вообще, насколько следите за этим делом? Пойдете ли вы в суд? Насколько оно вообще может стать важным, неважным для гражданского общества, если оно есть в России? В слежу, разумеется, очень лично никак не участвую. Думаю, что осудят ребят. Да и девушка там, кстати, тоже одна есть. Дадут им сроки. Но это будет означать, что политзаключенные у нас в стране не переводятся. То есть, кого-то отпустили, кого-то амнистировали. Многие, скажем, Квачков как сидели, так и сидят. Вот сейчас добавится к числу таких стопроцентных, просто сертифицированных политзаключенных в России еще шесть человек. Вот это очень печально. Думаю, что это не последняя политзаключенная в стране. Думаю, что кампания по сбору будет продолжаться. Давайте мы сейчас переремся буквально на три минуты, после чего программа «Особое мнение» продолжится. И мы поговорим уже про медиарынок России, про журналистов, про разное телевидение. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся. 19.30 в Москве. На их новости. У микрофона Роман Плюсов. Здравствуйте. Российские банки приостанавливают работу офисов в Киеве из-за беспорядков. Ряд отделений закрыли Сбербанк, ВТБ и ВЭП, сообщает агентство Прайм. В основном речь идет о тех офисах, которые работают в центре украинской столицы. Но тем временем в США отменили визы ряда украинских чиновников, которых в Вашингтоне считают причастными к применению силы в Киеве. Об этом сообщил американский посол на Украине Джеффри Пайт. Он не назвал фамилии, но ВТБ обещал, что вскоре прозвучат новые заявления. Но буквально в это же время в Белом доме подтвердили, что рассмотрят возможность введения санкций в отношении украинских чиновников. Сейчас идут консультации с Евросоюзом. Вопрос европейский санкций будет обсуждать, что в автрах. Да, это про Олимпиаду. Тренера нашего отстранили от работы с биатлонистками. Нашими же. У нас был немецкий тренер Монган Пихлер. Но он ужасный, он ужасный на самом деле. Так что правильно сделали, что отстранили. ...отправить спецучреждение приводит агентство Рео Новости сообщение суда. Ранее судмедэкспертиза установила, что 27-летний пчелинцев страдает хроническим психическим расстройством в форме параноидальной шизофрении. Российские хоккеисты выбыли из олимпийского турнира. В четвертьфинальном матче они со счетом 3-1 проиграли команде Финляндии. В полуфинале финны сыграют со шведами. Еще олимпийские новости. Чешская конькабишка Мартина Сабликова взяла золото на дистанции 5000 метров. Серебро и бронза отправляются в Нидерланды. Россиянка Ольга Граф заняла четвертое место. Еще одно важное сообщение. Из Сочи немецкий тренер Вольфганд Пихлер отстранен от работы с биатлонистками сборной России. Об этом с пометкой срочно сообщает Рео. Подробностей пока нет. Роман Плюсов, служба информации, ГАХ Москвы. Вот и она. Терефлама. Если вас устраивает ваша квартира, значит вы ничего не знаете о таунхаусе. Таунхаусе вокруг Москвы. От 5 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон 495-645-1111. Звоните мне. Вот я понимаю вопрос. Артемий, как вы считаете, дефолт будет? Не знаю. Прям вот не брось, а в глаз вопрос. Можем еще курс евро обсудить. Ягуар Лендровер. Только с 21 по 23 февраля 2014 года в салонах официальных дилеров Ягуар Лендровер. Уикенд рекордных предложений, спортивные тест-трайбы, выигрышные условия покупки, достойные награды для участников. Подробности акции у официальных дилеров Ягуар Лендровер, а также на сайтах Лендровер и Ягуар. Количество автомобилей ограничено. Сделал время, сейчас в потеке, но с рекламой на Эфи. Радио Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Продолжается программа «Особое мнение», в которой сегодня наступает Артемий Троицкий. И давайте теперь про дела журналистки. Суд отказался рассматривать иск в защиту телеканала «Дождь». Останкинский суд сегодня вернул Обществу защиты прав потребителей иск к операторам связи, которые прекратили вещание телеканала «Дождь» в конце января. Говорят, что не соблюден порядок урегулирования спора, не представлены документы необходимые. Не поясняют, что именно имеется в виду под этой формулировкой, но говорят, что это просто не соответствует нормам процессуального кодекса. Тем временем в саму редакцию сегодня, в бухгалтерию «Единую дождя» с «Лон.ру» и журналом «Большой город» сегодня приходили пожарные, самоэпиденс служба, ну, в общем, весь полный набор. Охотники за привидениями. Нет, вот про охотников ничего не сказано. Но как вы считаете, все-таки для телеканала «Дождь» уже как-то вот они в интернет, только им придется уходить? Или все же есть какие-то варианты? Я думаю, что вариантов нет. Ну, естественно, тактика максимально подлая и лицемерная, как всегда у нас. То есть вместо того, чтобы разобраться с ними, по существу начинает насылать сам эпидемстанцию. А отключение операторов и не разобраться по существу? Ну, это опять же, как бы представить все как спор хозяйствующих субъектов и так далее. Ничего личного, никакой политической составляющей. Естественно, все ложь, лицемерие, просто вообще тоска полная, в общем, бездарно все, тупо. Думаю, что «Дождь» додавят, потому что все-таки «Дождь» – это канал, он, с одной стороны, прекрасный информационный канал, вот, и в этом его сильная сторона. Но есть у «Дожда» и одна слабость, такая нормальная женская слабость. То есть он очень еще любит быть красивым. Вот из-за этого там всякие заставочки, там всякие эти дела, там стильные прикольчики и прочее, прочее. И вот они это очень любят, поэтому я не думаю, что, скажем, «Дождь» сможет стать таким вот как бы партизанским телеканалом. Таким низкокачественным, но таким боевым, да, как, скажем, «Громадская ТВ» в Киеве. Как бы им все-таки хочется, чтобы было красиво. Знаю, Наташа Семтееву. Семтееву, да, могу сказать, что как бы, ну, что вот для нее это важно. Вот, пока канал был в порядке, то это был в основном плюс. И вот сейчас я считаю, что это становится для «Дождя» как бы бременем. Вот, и вряд ли Наташа пойдет на то, чтобы становиться таким катакомбным каналом. Поэтому, думаю, что долго они, к сожалению, не протянут. Хотя, разумеется, очень хотелось бы. Думаю, что более драматичная история будет с радиостанцией «Эхо Москвы». Сейчас мы вступаем на опасный путь. На опасный путь. В эфире радиостанции «Эхо Москвы». Да, да, но это моя инициатива, Тань, так что у тебя есть отмазка. Значит, «Эхо Москвы» как бы это самое персонифицированное из всех российских СМИ, да. То есть нельзя сказать, что «ТВ «Дождь» – это Наташа Синдеева. Нельзя сказать, что «Новая газета» – это Дима Муратов, да. А вот сказать, что «Эхо Москвы» – это Алексей Венедиктов, в общем-то, можно. Да, он тут, кстати, на станции. Можем встретить всего. Очень хорошо надо будет зайти на обратном пути. И сейчас, конечно, свет клином сойдется на Алексея Алексеевича. Я так думаю, что какие-нибудь подковерные, закулисные переговоры с ним уже пытаются проводить. Думаю, что Алексей Алексеевич, как человек мощный, умный, профессиональный, да и не первой молодости, я думаю, что он не прогнется и не станет, значит, чутко менять редакционную политику. И не такие времена я переживал на радиостанциях Москвы, если вспомнить богатую историю. Я-то помню всю историю, вот, вся она происходила у меня на глазах и творилась в ушах. Но думаю, что хуже времен не было на самом деле. Так что я думаю, что Венедиктов не прогнется. И тут, соответственно, по всей видимости, немытьем-то катанием будут стараться его уволить. Поскольку, ну, имеется срок сочинения контракта, по-моему, 17 марта. Ну, и опять же, как бы будет шепотрыгать. А выборы еще есть 3 марта? Выборы 3 марта, вот. Вот, я думаю, что всегда, ну, поскольку закон для наших властей не писан, они не так-то кэдак, через коленку все равно это дело, значит, каким-то образом пережмут и назначат какого-нибудь нового главного редактора. Ну, я так на всякий случай, может, вы не знаете, нам нельзя назначить нового главного редактора. Мы его можем только выбрать сами, журналисты. А вот скажут... Или нас всех раз угонят вообще. А вот скажут, что оказывается можно. Нельзя. И не такое бывает. Даже журналисты нельзя уволить без представления главного редактора. Ну, уж такие вещи, я думаю, происходили, будут происходить. Нет, от трудового коллектива, от вас, естественно, тоже очень многое зависит, насколько вы будете солидарны. Ну, в общем, я думаю, я думаю, что на самом деле будет очень жесткое противостояние. Мне, конечно, очень хотелось бы, чтобы на защиту их Москвы встала вся профессиональная журналистская тусовка, вся возможная мировая общественность. Дмитрий Киселёв, чтобы снял какое-нибудь хорошее кино про Эхо Москвы. Дмитрий Киселёв. Показали бы, чтобы его по России один. Короче говоря, я так думаю, что может так произойти, что Лесину в конце концов позвонят сверху и скажут, Миша, уймись, Эхо Москвы тебе не по зубам. И Лесин, стесну зубы, уймётся. Вот, Эхо Москвы останется единственным цветущим оазисом в эфирной пустыне. Но, честно говоря, что-то не верится мне, что всё будет настолько хорошо. В картине, в принципе, рисуются страшные какие-то картины. Нет, есть шанс. И от вашей солидарности очень и очень много практически всё зависит. Хотя в большей степени это всё, естественно, сходится на Венедиктове. Ну вот, а по поводу этого Киселёва, да, это смешно, конечно. Альбатс в своей программе тоже, по-моему, особое мнение. Я вчера, что ли, сказал, что не повернётся у неё язык назвать Киселёва журналистом. Сказала, этого человека. Я считаю, что звание человека, оно гораздо более пафсное, чем звание журналиста. Вот у меня вот язык не повернётся назвать Киселёва человеком. Я бы сказал, существо. Мне кажется, вы даёте Дмитрию Киселёву очередной повод показать интерьер радиостанциях Москвы и конкретно Артине Кимовичу Троицкого в своём новом фильме. Почему? Ничего, ничего матерного. А это будет слава. По России один вас, может быть, покажут. Ну, ради бога, я когда-то там работал. Нас часто там показывают в программах Дмитрия Киселёва. Я был, кстати, одним из основателей этого канала и заведовал там всеми развлекательными программами с 1991 по 1993 год. Короче говоря, ему дали, значит, этот самый орган... Орден ему дали, а не орган. Ну, оговорка по прегу, как любит говорить. Да, значит, заслуги перед Отечеством Четвёртой Свежести. В степени. В степени. Ещё одна хорошая оговорка. Значит, и вот тут вот я, кстати, впервые пожалел о том, что нет у меня никакого ордена. У меня была одна медаль, значит, за защиту Белого дома, как называлось там, типа... Да, есть такая, да, защитник Белого дома. Какой-то там Россия, защитник Новой России или что-то такое. В 1993 году после бомбардировки парламента... Вряд ли вы сможете посоперничать с Дмитрием Киселёвым своей медалью. Вот, я эту медальку выбросил. Больше, да, в общем, сделал это как бы... Сознательно. Сознательно и публично. Значит, и тут я подумал, какой был бы хороший повод выбросить. То есть, я вообще считаю, что получать орден за заслуги перед государством воров и дегенератов, это как бы... Это не очень почётно. Это у нас всех так назвали сейчас дегенератами, ну, просто мы же живём в одной стране. Это государство, я не причиняю себя к государству. Вот. Я гражданин. А государство – это вот те, вот, кого я определил как воров и дегенератов. Вот. И иметь заслуги перед ними, по-моему, не очень почётно. Ну, вот некоторые мои друзья, в частности, Боря Гребенчуков, вот у него точно такой орден есть. Вообще у многих хороших людей есть ордена. И тоже четвёртой вот этой то ли степени, то ли свежести. Вот я подумал, вот как было бы красиво взять вот и после этого выкряснуть этим орденом какую-нибудь стенку, да. Но вы же не перестали общаться с Борисом Гребенчуковым от того, что у него есть этот орден? Нет, нет. Я вообще, я считаю, и жизнь меня этому научила. Один из немногих уроков, которые я из жизни вообще извлёк, заключается в том, что с прекрасными талантливыми людьми и своими друзьями ссориться на политической почве крайне глупо и непродуктивно. Вот у меня вот была такая ссора с Сергеем Курюхиным незадолго до его смерти. Так я с ним даже и попрощаться не успел, что меня невероятно печалит. Закончилось, к сожалению, время. Это была программа «Особое мнение», в которой сегодня был Артемий Троицкий. И для вас была Татьяна Фельгенгауру. Большое спасибо. Надеюсь, не в последний раз. Я тоже надеюсь. Хотя, на самом деле, если Алексей Алексеевич, значит, ради спасения станции пожертвует отдельными оголтелыми личностями вроде меня... Мы сейчас к нему зайдём и тебе передадим. Спасибо большое. Всем счастливо. Преклама Пойдёмте, Натс. Назад Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова